Привет, народ! Продолжение новоучений Глафира Абрамовна Проблемный ребенок, ожидание вес реальности Сегодня поговорим на такую тему, как коррекционные образовательные учреждения Ну, получается так, что не все дети способны получать образование в обычных стандартных условиях То бишь детский сад и школа Для них специально в России созданы специализированные коррекционные образовательные учреждения Так и пишется СКОУ за главным буквами Специальные коррекционные образовательные учреждения Их несколько типов Первый и второй тип это органы зрения Третий и четвертый тип это органы слуха Пятый и шестой тип это проблемы с опорно-двигательным аппаратом Восьмой тип для детей, которые в какой-то мере обладают задержкой умственного развития Думственной отсталостью, задержкой психического развития, речевого развития, общего недоразвития речи Если ребенок проходит программу восьмого вида То она рассчитана, что за 9 лет ребенок получит на уровне первого-четвертого класса в общей образовательной школе Такие же, практически такие же условия созданы для детей дошкольного образования Дошкольного возраста, извините С первого по второй и опять с третьего по четвертый и так далее По законодательству в Российской Федерации каждый ребенок может, не должен или вправе посещать коррекционное образовательное учреждение Если на то есть какие-то свои причины и основания Для того, чтобы попасть в коррекционное образовательное учреждение Необходимо направление от психолого-педагогической, психолого-медицинской педагогической комиссии, ПМПК В каждом городе есть такая комиссия На сегодняшний день есть и в районах комиссия в областного подчинения И есть общая областная комиссия Что для этого надо? Но прежде всего с вас потребуют Так как есть слово медицинский То с вас потребуют справки От педиатра, невролога, окулиста, лор От ларинголога, ухо, горло, нос Для тех, кто не понимает, что такое лор Есть у нас такие товарищи Дополнительное обследование у психиатра С заключением психолога О уровне умственного и психического развития Как правило дети уже с 3 лет обследуются у психиатра Конечно они могут и раньше Но с 3 лет можно давать уже заключение О расстройствах, если они есть или их нет Дети старшего дошкольного возраста и школьного Практически до 18 лет Сдают так называемый тест Векслера Он есть в свободном доступе И если кто хочет подготовиться То пожалуйста посмотрите Ссылок давать не буду Огромное количество вариантов Есть детский вариант, есть подростковый вариант, есть взрослый вариант Я вам рекомендую пройти сначала свой взрослый вариант И потом уже постепенно переходить на детский Я вам сразу скажу, что ответы там многозначные Неоднозначные, сложные Но можно Как только вы получаете заключение Все на руки Вы в дальнейшем идете в образовательное учреждение Если уже посещали, если не посещали То это другой вопрос Получаете там характеристику С описанием уровня развития вашего ребенка ПМПК рекомендуется проходить Перед тем, как вы собираетесь отдавать ребенка в образовательное учреждение И именно ПМПК решает Где вашему ребенку необходимо учиться Будь то школа специализированная или школа образовательная И также в законе оговорено о понятии инклюзия Когда вы вправе не согласиться Ни на психиатрическое обследование Ни на ПМПК А пойти на свой страх и риск В обычную школу В класс с инклюзией Но это тоже вам надо бы Хорошо бы закрепить справкой О том, что у вас, да, есть вот такие проблемы И вы хотите Их как бы решить Стоит ли идти в коррекционное образовательное учреждение? Про НППК не договорил Ой, сори У меня мысли много, как всегда, в голове Я ничего не успеваю вложить Значит, что вам необходимо Помимо того, что у вас есть справки Да, кстати, справка от психиатра Выдаются в белом конверте Вы не знаете диагноз Вы можете спросить Но вряд ли вам скажут Какой диагноз у психиатра Как правило, диагнозы страшные И умственная отсталость может быть написана И может быть написано расстройство аутического спектра Может быть написана и психиатра Есть шизофрения и склонность к тому-то Не надо вам знать, что там написано Поговорите с психиатром Вообще дружите с психиатрами Если вы не обращаетесь в течение 3-4 лет Учтите То ваша карточка Уплывает в архив Таким образом Когда-нибудь можно будет избежать А как избежать? Потом как-нибудь расскажу Избежать Постановки на учет Ребенка уже взрослого Потому что Стоять на учете Психонерологическом диспансере Вы прекрасно понимаете, что это Масса ограждений В получении прав В получении допуска К некоторым видам работы И так далее В нашей стране очень любят Приклеивать ярлыки Для нас Наверное это самое Наверное приятное Что ли Не знаю как это объяснить Но иногда Зачастую я даже вижу Во многих детях ставят один диагноз А в конце концов Ребенок немножко подрастает Оказывается у него нет ни того Ни другого Ни третьего По МПК Там сидят Специалисты Дефектологи Психологи Логопеды Которые будут наблюдать Вашего ребенка Если уже были занятия У ребенка В образовательном учреждении То вы обязаны туда принести Тетради По которым занимались Какие-то рисунки Для того чтобы Дефектологи могли оценить Уровень и степень развития Потому что Мне лично Достаточно Несколько Моментов На ПМПК Будут задавать Разные вопросы Где живешь Как зовут маму Как зовут папу Какое время года Какие ты цифры знаешь Покажи цвета Покажи фигуры Кем ты хочешь стать Или кем ты планируешь быть Даже вплоть до этого И на основе Вот этих Элементарных наблюдений Сложи картинку Покажи Расскажи Комиссия Как говорится Приходит своим выводом И дает Рекомендательные письма Рекомендательные письма Направление В каком именно типе Образовательные учреждения Ваш ребенок Может в дальнейшем Обучаться Стоит ли бояться Образовательных учреждений В ПМПК Не стоит Ваши задачи Будь откровенно Простыми И Зная законодательство Кстати Кто вот Сомневается В том Что все правильно Или неправильно Откройте закон Об образовании В редакции 2013 года Там очень хорошо Все подробно Расписано Про право Обучение В коррекционном Образовательном Учреждении Вы можете Согласиться С мнением Комиссии Или не согласиться Если вы Протестовываете Вы идете На уровне Областной Остаетесь На городском Или на сельском Если согласны То флаг вам Руки Барабан на шею Берете Лист Берете все документы И идете В тот тип Образовательного Учреждения Которое вам Приписано В России В областных Центрах В каждом Областном Центре В том числе И еще В районах Есть свои Вот эти Специальные СКОУ Специальные Коррекционные Образовательные Учреждения Вот по Самаре Их Наверное Только в одном Городе Около шести И еще в области Около десяти То есть это много Ну и Самарская Область большая Достаточно И в зависимости От нарушений Вы идете туда И поступаете Стоит ли бояться Коррекционных Учреждений Ребят Не стоит С одной стороны Да страшно С одной стороны Вам как родителю Казалось бы Нормального ребенка Вот привязались И так далее Страшно отпускать Вот Вот эту Атмосферу Или думать о том Что Если у вас написано Коррекционные Образовательные Учреждения На лбу Все прям на лбу Да у ребенка Написано Вытурено Нет Почему надо туда идти Во-первых Первое Что Это специалисты Которые не один год Работают с детьми У которых есть нарушения Ни один год Ни два Ни три Они знают Как с ними работать Второе Это малая наполняемость Класса В классе не 30 человек Как обычно А 12 Максимум Может быть Где-то 15 Ну редко Как правило 12 Это специально Созданные условия Включая Дополнительные Бесплатные Занятия С дефектологом Логопедом Психологом Вы тоже туда можете Походить Потому что я знаю Что нарушения Могут быть У родителей Это постоянное Отслеживание Мониторинг Развитие Ребенка В том числе И здоровье Постоянно Приезжают Комиссии По здоровью Проверяют И составляют Медицинскую карту Этого В обычных школах Почти нет Опять же Я повторяю Информацию Для тех У кого Есть дети С проблемами В развитии И это Гарантия того Что ребенок Сможет Освоить Хоть что-то Дома Ничего не сделайте Все это мифы Семейное образование Надомное образование Домашнее образование Все это Я в своей жизни Проходила Пыталась И семейное Внедрить Пыталась И Домашнее Организовать На домашнее обучение Кстати Тоже надо Проходить По МПК Где будет написано Что рекомендовано Домашнее обучение В индивидуальном порядке Опять же Это будет проходить Скорее в рамках Инклюзии Ребенку Нужна Социализация Несмотря на то Что будут окружать Такие же Товарищи С проблемами Все равно Нужна Социализация Но Есть несколько Но При выборе Школы Если у вас Есть выбор Между той Или той Школой Между нормальной Или Для Детишками С проблемами То Обратите внимание На саму школу Здание Укомплектованность Специалистами Поведение Детей в коридорах Вот если они Вот такие Вот уже Старшаки Если нет дисциплины В школе Ее и не будет Понимаете Это Проблема руководства Это проблема Не ваша И нет детей Это проблема руководства Дисциплина Даже если Школа Вся Увешена Грамота За это Почетная Града За это Почетная Грамота И это Орден Такого-то Святого Орден Еще Какого-нибудь Товарища Не ведитесь Смотрите На детей На их отношения Друг с другом На взаимосвязь Взрослых С детьми Просто Придите И постойте В коридоре Посмотрите Если вам деваться некуда То держите Ухо востро Потому что Вас будут пытаться Задавить Это Не от вас зависит Это принцип Работы Учреждения Вы будете Как молодой Спец Молодой Родитель Метаться И так далее Люди все Разные Ко всем Надо приспосабливаться Но Попробуйте Найти Как бы Сказать Подход И к руководству И к педагогу Мало ли Кого назначат Но с педагогом Надо дружить Но это уже Отдельная история Коррекционные Образовательные Учреждения Я что-то Как и лечу Да Боже мой Коррекционные Образовательные Учреждения Когда Школьные И школьные Выпускают Детей с аттестатом Единственные Не выпускают С аттестатом Восьмого вида Они выпускают Со справкой Но Этого тоже Бояться не надо Потому что Это справка Это аналог Аттестата С которой Сегодня Ребенок Может спокойно Пойти Обучаться Получать профессию В специализированном А то даже Не специализированном А в профессиональном Техническом Училище Сегодня Они красиво Называются Лицей Ну вот так Лицей Коррекционные Образовательные Учреждения Рекомендуют Детей К поступлению На получение Рабочих Профессий Потому что В России Считается Что Каждый Ребенок В праве Получить Профессиональное Образование Будь то Начальное Среднее Или высшее Если у ребенка Есть группа Инвалидности То Пока он Ребенок Инвалид Он может поступать В высшее Учебное Заведение Без конкурса И если Первая Вторая Группа То тоже Без конкурса Ну к этому Можно подготовить Если уж так Получилось Ну совсем Да Ну вот Ничего поделать Нельзя То пожалуйста В лицей И получать Профессию Которая Будет близка Более близка К ребенку К духу К его Стремлениям К его творчеству Будь то Помощник Автослесаря Помощник Бухгалтера Световод Флорист Профессиональных Училищ Очень много Причем Есть даже Те Которые Рассчитаны На детей Колясочников И в которых Созданы Условия И все Практически Бесплатно Включая Проживание И питание Так что Не бойтесь Ваши задачи Максимально Социализировать Ребенка Максимально Научить его Жить в этом мире Это Задача Сложная Для тех У кого действительно Ребенок С проблемой Это задача Порой Нелегкая Но Надо учить Жить Потому что Не дай бог Что с вами Случится Не дай бог Как дальше жить Или искать Каких-то Других Товарищей Которые вам Помогут С ребенком Или научить Ребенка Надомное обучение Ну потому что Там уже Не важно Что он прошел Главное Как и В каком объеме Но это Совсем другая Песня И если Если у вас Есть программа Абилитация Восьмой 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 вид И совсем Для плохих Товарищей Есть Которые Для тех У кого Со слухом Проблемы Есть Те Которых С мозгом Проблемы Церебральные Астемии Так называемые Речевые Классы Есть В школе Интернат Преодоления Речевые Классы Есть И В школе Интернат Номер Четыре И Лукопедические Ну почти Лукопедические У школы Детей Со слабым Слухом Со слабым Зрением Есть Прекрасный Интернат Школа Интернат Номер Семнадцать Для опорников Школа Интернат Номер Сто тридцать Один Почему школа Интернат Потому что Детишки Приезжают С области Приезжают Иногда И на четверть Или на Всю неделю Каждый день Не наездишься Они там Проживают И Получают Питание И так далее И все профиты Что касается Школы Интерната Если вы живете В Самаре Конечно Вы ребенка Забираете Домой И там Его воспитываете В общем-то Все Задавайте Вопросы Что касается Дошкольников То Тоже Для типов Есть Разные Образовательные Учреждения В школе В Самаре Восьмадцать Восьмой Сад Занимается Детьми Не с интеллектуальными Нарушениями Включая Как аутизм Так и Болезнь Даун Есть Специализированные Сады Их Несколько По городу Для детей Проблемы Встречу Известия Успеет Программа Первого Класса Сегодня Товарищи Я В шоке Вот И если Честно Я В шоке Потому что Я Чувствую Если у меня Не будут Внуки То как Учиться В таких Школах Вместе Придется Не как мы Раньше С вами Сегодня Ребенок Должен Прийти в школу Супер Подготовлен Читать Писать Считать В пределах Там до Ста Хотя бы До Двадцати Уж точно Различать Многое Что Для того Чтобы ребенка Подготовить К школе Сегодня Надо уже Заниматься Лет с трех Активно Активно Заниматься Не вот Раз от Раз Активно Вот все Что хотела Я вам Сказать По этому Поводу Задавайте Вопросы Пишите Комментарии Ставьте Лайки Дизлайки Рассказывайте О вашем Опыте Очень приятно Что Многие Откликаются На такие И дают Запросы В следующий Раз Мы с вами Поговорим О Кризисах И как Их Преодолевать Кризисы Именно У проблемных Детей Ну Обычных Затронем Немножко Но именно Проблемных Детей Кризисы Развития Они есть У всех Даже у взрослых Вот Поэтому Как скажет Глафира Абрамовна Чмоки Чмоки В обе щеки Глафира Абрамовна Плохому Не посоветую Пока Пока Ютуб Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...